Коллеги, а мы с вами начинаем. Тема, которая, я точно знаю, злободневная тема. Тема, над которой вы точно сейчас думаете и точно. Поставьте, пожалуйста, огонечек тот, кто уже думает, а как же уметь теперь с новой программой ФОП построить план работы с родителями. Вот кого задевает, ставьте огонечки. Кому это нужно? С чего начать? Как сделать вот те новшества, которые нам выдали? И если честно, то эти новшества очень актуальны, очень своевременные и очень современные. Потому что я ФОП изучила от корочки до корочки. И вот если честно, то согласна с очень многими словами, если не со всеми. Так, огонечки у нас есть, я вижу. И мы с вами сегодня будем говорить о том, как выстраивать рабочие отношения с родителями, опираясь на то, что заложено у нас в новой федеральной образовательной программе, опираясь на те знания и навыки, которые я могу вам дать, как протекущий психолог и как тренер детских и подростковых групп. Я работаю в тренинговом центре, еще и кроме всего прочего. И чтобы это было вам полезно и понятно. Моя задача на сегодня сделать так, чтобы у вас сложилась точная и понятная схема, а как я буду это делать. Конечно, за час мы не успеем поработать над наполнением плана, но если схема есть, то план наполнить уже и несложно. Тем более, что уже здесь, в портале Директ Академия, я читала, например, вебинар про то, как проводить детско-родительский тренинг. И это тоже будет вам туда же, в ту же самую тему. Поэтому просто смотрите, полистайте стену ВКонтакте Директ Академия, и вы увидите много интересного материала. Начнем же. Начнем. Что нас ждет и о чем говорит ФОП? Я сегодня буду говорить именно с точки зрения вот этого нового документа. Надеюсь, что ничьих ожиданий я не испорчу. Я знаю, насколько вам это нам сейчас. Первое, что декларируется, это сотрудничество организации с семьей, приучение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, формирование познавательных интересов, активность и учет этнокультурной ситуации развития детей. То есть здесь впервые прямо декларируется о том, что семья в образовательном процессе – это очень важно, и что взаимодействие с семьей будет очень и очень плотное. У нас слишком много проблемных. Видимо, это к технической стороне дела относится. Ну и принцип сотрудничества с семьей, то есть федеральная программа теперь предусматривает оказание разнообразного вида помощи, психолого-педагогической, методической поддержки родителям, взаимодействия с родителем с целью создания единого пространства развития ребенка. Это не мои слова, я просто взяла цитаты из ФОП. Ну и вот здесь тоже очень много. Вы прочитайте основные положения, потому что презентация у вас будет. Итак, мы на данный момент столкнулись с тем, что нам предлагают выстроить взаимодействие с родителями для того, чтобы создать единое образовательное пространство. На самом деле, это очень классная идея, осталось ее воплотить в жизнь. Да, ведь мы же сможем, нам все доступно вполне. Но в какие проблемы мы сейчас с вами попадем? То есть какие проблемы встанут перед нами? Во-первых, у нас не все родители педагоги. И уровень педагогической подготовности родителей, он подготовленности родителей, он очень и очень низкий. Даже если мы возьмем вполне себе успешные, состоявшиеся семьи, педагогические подходы в семьях, они чаще всего оставляют желать лучшего. В некоторых случаях, эти случаи нередкие, они просто плачевные. И честно говорю, что, например, поработав дня два на индивидуальных консультациях с родителями моих детей, я потом иду к супервизору, потому что иногда это все очень сложно пережить, понять, каким-то образом разместить. То есть то, что происходит в семьях, это очень далеко от идеала. Это первая большая проблема. Второе, то, что в принципе в нашем с вами пространстве, в котором мы живем, нельзя сказать, что институт семьи, он здоровый и функциональный. Вообще нельзя сказать, потому что точно больше половины семей, они резко дисфункциональны. И это не только там, где пьют и бьют, это там, где не уважают детей. Там, где семьи говорят, что в семье нет, а на самом деле нам никуда не деться, происходит кризис семьи. То есть сейчас на самом деле родители детей мало представляют вообще, что происходит. Так, виснет. Одну минуточку. Так, у меня два канала связи, обычно выбираю тот, который в данный момент у нас лучше. Сейчас я переключусь на другой канал связи. И сегодня мне очень не хочется выключать видео, честно говоря, посмотрим сейчас, как. Я возвращаюсь. Так. 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 Давайте еще раз. Появился ли звук? Да, появился. И последние тезисы. Мария Александровна, сейчас попробуйте еще раз звук. Он появлялся? Давайте еще раз. Слышно вот так? Да. Сейчас нормально. Если будет еще раз зависать, тогда просто, ну, что делать, камеру, хотя бы периодически отключать. Вот, видимо, не знаю почему, но оба мои каналы связи выдают вот такие вещи. Вот, все актуально, я понимаю, что все актуально, тогда что мы с этим будем делать? То есть, понятно, что есть проблема, мы проблему переносим на задачи, да, и вот какие задачи у нас есть. Во-первых, выработать новые принципы и формы взаимодействия с родителями, то есть найти как раз ту позицию, из которой с родителями будет взаимодействовать хорошо. И это будет уважительное общение. Найти способ повышения педагогической компетентности родителей, хотя бы на чуть-чуть, хотя бы на шаг, и это уже будет польза. Скорректировать личный стиль общения с родителями и свою позицию по отношению к родителям и найти возможность компенсации семейных проблем в психологическом пространстве образовательного учреждения. Вот такие вот задачи, по большому счету, стоят. Ну и давайте мы начнем с ядра. С ядра этой задачи это наши принципы общения с родителями. То есть, как, с какой стороны подойти к родителям, чтобы это было по-настоящему хорошее общение, чтобы вас не оскорбляли, чтобы вам не бросали обидные фразы, чтобы никто не бегал жаловаться директору по любому пустяку, ну и никто не уходил от общения с вами. Итак, самое главное, и коллеги, это действительно палочка-выручалочка и чудесный подарок, который мы можем себе сделать. Преобладающий стиль общения деловой. То есть, мы для себя раз и навсегда решаем, что отношения с родителями у нас деловые. Смотрите, есть отношения личные, есть деловые. И вот как-то так в детском саду и в школе складывается, что отношения учителя и родителей, они очень часто переходят на личные, очень быстро переходят на личные. Это какой-то тесный контакт, когда могут сказать там «дорогушечка», назвать по имени, «да вы наша славная» и так далее. Или «вы ничего не понимаете». Это тоже, кстати, личное общение. Если мы будем придерживаться делового стиля общения, поверьте мне, к вам не подступиться. Самое главное, с него не сползать и не уходить ни в какие конфликты. А эмоции используем как рабочий инструмент. То есть, мы общаемся с родителями не через эмоции. И очень важно на себе, на теле понять эту разницу. Мы общаемся через слова. То, что мы детям говорим такую смешную фразу, когда они пытаются что-то эмоционально пересказать и не получается. Мы говорим «скажи, пожалуйста, словами через рот». Вот, так мы общаемся с словами. Эмоции у нас рабочий инструмент, и мы их дозируем очень-очень аккуратно. Дальше, осознанно выстраиваем позицию в общении с родителями. То есть, не как получится, как пошло, а позицию задумываем заранее. Я вам сейчас покажу, как это делать. Учитываем особенности психотипа родителей и придерживаемся правил ассердивного поведения. И коллеги, это не все так сложно, как может показаться прямо сейчас. Давайте посмотрим, что это такое. Сейчас все расшифрую, все будет просто. Итак, деловое общение. На самом деле, это искусство. И можно заинтересовать себя до такой степени, что начать играть в делового человека. Это искусство, которое позволяет войти в контакт с родителями, преодолеть личное предубеждение с двух сторон, неприятие отдельных фактов и достичь желаемого результата. То есть, деловое общение даст вам возможность, даже если родители относятся к вам как-то не так, если вы им с первого взгляда не понравились, если им не нравится ваш стиль общения, ваша программа, ваши действия, деловое общение даст вам возможность все это урегулировать. Потому что деловое общение – это система, целая система средств, которые позволяют достигнуть всегда положительных результатов. И вот вам правила делового общения. Самая главная цель – это осязаемая, понятная всеми участниками коммуникации цель, которую все знают. То есть, здесь тоже некоторое время, если вот то, что я говорю для вас стало интересно, некоторое время просто понаблюдайте за окружающими людьми. Но, например, сегодня у меня тоже бурный день, потому что мы с коллегами решали выходить или на занятия, 6-го числа проводить занятия или дать детям отдохнуть. Вот. И общение строилось с кем-то и так. Ну вот, какая ерунда, 6-е число, на канале праздника, я не хочу совсем работать, я уже настроился копать огород, как обидно, что нас вызывают на работу. Тогда мы говорим, так, у нас цель какая? У нас, смотрите, есть программа? Да. Мы ее должны выполнить? Должны. Давайте мы подумаем, как нам лучше выполнить программу. То есть, здесь уже эмоции берем и отставляем подальше, а мы говорим только про цель. Второе. Обсуждаются в основном рабочие вопросы. И вот здесь мы сами иногда роем себе глубокую яму, когда переходим на какие-то личные вещи. То есть, личная информация, она должна быть очень дозированная, и вы, с одной стороны, не даете много личной информации, а с другой стороны, вы не принимаете, как бы ставите, ну, некую такую заслоночку, когда вам пытаются выдать очень много какой-то личной информации. То есть, здесь ваша задача – проставить границы. То есть, вы не рассказываете про свою семью, про проблемы с детьми, с мужем, с начальством, а это не обсуждают. Если у вас какой-то, допустим, выезд на природу, может быть путешествие, прогулка, где есть вы и есть родители ваших детей, тогда, пожалуйста, смолток. Но это разговоры на общие темы. Это про природу, про погоду, про культуру, путешествия, спорт и так далее. Это что-то интересненькое, но это отнюдь не обсуждение вашей или чьей-то еще семейной жизни, финансов, высокой политики, предубеждений человеческих. Это мы все не обсуждаем. Это выносится за рамки делового общения. Дальше. Вот вам правила делового общения. Меньше эмоций. Приучите себя быть всегда спокойной, несколько такой неторопливой и заинтересованной. Личные симпатии и антипатии не имеют значения. То есть вы выстраиваете свой тон, и вы в этом тоне общаетесь со всеми абсолютно. С теми, кто очень приятен, и его хочется обнять, и с теми, кого хочется наоборот не обнять, а держаться от него подальше. Дальше. Отношения строго регламентированы. То есть все знают, когда можно звонить, когда можно писать, как друг к другу обращаться, в какое время происходит общение. Как вам кажется, кто это регламентирует? Кто должен это регламентировать? Вот. Я пока договорю, что еще очень важно прямо-таки уходить от фамильярности. Да, то есть там всякие наденькие, дорогушечки. Умнички у нас просто отсутствуют здесь, в нашем деловом общении. Вот. Кто же должен отношения регламентировать в деловом общении? Да, мы, учителя, педагоги должны регламентировать абсолютно точно. И лучше сделать это сначала. Тоже личный опыт. Я когда-то, в прошлом году, не очень давно вела курс, большой заочный курс по психологии для педагогов. И там были люди со всей России. И пока я не создала правила общения в чате, там были всячески очень интересные вещи. Кто-нибудь начинал, например, в 2 часа ночи, дамы с Владивостока начинали говорить, а я не могу открыть этот сайт, вы меня обманули, зря забрали деньги, я в ужасе. И тут же этой даме отвечали еще 200. Ну, то есть я утром просыпалась и видела чудесную картину истерики в этом чате. Приходилось сводить правила, и тогда все становилось на место. То есть вы с самого начала регламентируете ваше общение. Напоминаю, что оно деловое. То есть когда можно звонить, когда нельзя звонить и так далее. Вот. Это правила и регламенты. А сейчас мы с вами будем касаться таких глубоких, не всегда заметных вещей, которые тоже помогают вам регламентировать отношения с родителями ваших учеников. Это такие вещи, как позиции в диалоге. Здесь мы уже заходим в поле НЛП, такого течения, современного и очень удачного течения психологии. Что такое позиции в диалоге? Смотрите, в любом диалоге, в любом общении мы можем выстраивать позиции либо вертикальные, либо горизонтальные. Вертикальные – это когда люди по своему статусу неравны. Есть большой, он же родитель, он же начальник, он же главный, и есть маленький, он же ребенок, он подчиненный, он не главный. И таким образом в этом общении иерархия присутствует. То есть тот, кто находится в верхней позиции, то он большой, он может передавать нормы и правила, он может командовать, он может требовать подчинения. Тот, кто находится в позиции нижней, тот может просить о помощи, жаловаться, он может выполнять правила, которые ему отправили сверху, и он обязан подчиняться. Мы можем в диалоге с родителями занимать разную позицию. Например, мы можем себя поставить в позицию родителя, в доминирующую позицию. Сделать это тоже не очень сложно. Это несколько таких небольших вещей, которые вполне себе можно сделать, если вы это захотите. Иногда это нужно сделать, но не всегда. Каким образом? Ну вот, например, смотрите на картинку, и на этой картинке все сразу видно. Каким образом реализована позиция родителя? У нас у всех в группах есть разные стульчики. Есть взрослые стульчики, большие, а есть стульчики маленькие. И вот здесь, смотрите, родителей посадили на маленькие стульчики, воспитатель над ними возвышается, они смотрят снизу вверх, а это уже чисто... Да, воспитатель стоит над родителями. Это уже чисто биологически само по себе позиция такая, что родители подчиняются, воспитатель вверховодит. Да. Кроме того, что еще можно добавить? Можно добавить элементы в форме в одежде и деловой стиле, то есть деловой костюм, он очень хорошо дисциплинирует и показывает, кто здесь главный. Если на деловой костюм сверху одеть белый халат, белый халат это у нас тоже с детства маркер определенный. То есть тот человек, который в белом халате, тот умный, тот лечит, тот воспитывает и так далее. Ну и громкий голос, выражение «вы должны», «вам положено» и так далее. Этим надо пользоваться очень дозированно, иначе наши родители превратятся в детей и у вас будет вместо одной группы две. Может быть, позиция ребенка, и некоторые педагоги, они чисто инстинктивны, когда встречаются с очень властными и сильными внутренние родители, они занимают позицию ребенка. То есть это взгляд снизу вверх, это просветительные интонации, также любовь к одежде, похожую на одежду детей, платьишки, рюшечки, спортивная одежда, кеды, кроссовки и так далее. Что-то похоже на домашнюю одежду и такие мягкие, дрожащие интонации в голосе. Иногда это тоже срабатывает. На самом деле есть категории родителей, с которыми это сработает и будет работать, но не всегда. Мы сейчас говорили про вертикальную позицию в двух ипостасях, но есть еще и горизонтальная позиция – это сотрудничество. И вы ее тоже можете во времени и пространстве себе организовать. Это постановка, ну, расстановка людей в пространстве по типу круглого стола. То есть вы не делаете лекционный класс, где все сидят на стульчиках к вам лицом, а вы делаете круглый стол. Это тоже же возможно сделать. Такой круглый стол, где все смотрят глаза в глаза друг к другу, и все на одной позиции. Это близкое расположение друг к другу, где все всех видят. Это я-высказывание и ассертивный стиль поведения. Так вот, если вам нужно сотрудничество с родителями, то по возможности используйте вот эту горизонтальную позицию, плюс деловой стиль общения, и уже чисто с такой психологической подсознательной точки зрения вы таким образом родителей настроите на правильное общение. Что такое ассертивное поведение? Я сейчас не смогу полностью рассказать, но просто запомните вот эту фразу, само ассертивное поведение. Это стиль поведения, когда человек в равной степени уважительно относится к себе и к собеседнику. То есть он себя считает хорошим, и собеседника хорошим. И что из этого следует? Во-первых, принятие ответственности. То есть мы перестаем друг на друга перекладывать ответственность. Вы отвечаете за свою часть работы, родители отвечают за свою часть работы. Вы не позволяете другим людям управлять своей жизнью и настроением. То есть вы точно не позволяете испортить себе настроение вздорному человеку какому-то, даже тем, что вы просто вот этот вздор к себе не подпускаете, пропускаете мимо. И вы не даете управлять своей жизнью, потому что, например, не принимаете звонки и не отвечаете на сообщения после восемь вечера. Самоуважение. То есть вы прежде всего проявляете уважение к себе и показываете другим людям, как с вами нужно обращаться. Ну и права ассертивного человека. Это тоже очень хороший такой набор понимания и тезисов, который даст вам возможность проявить самоуважение и вот с этой точки зрения сильного, уверенного в себе, уважающего себя человека выстроить общение с педагогами. Кроме того, это некие навыки. Например, умение слушать и слышать. Потому что хорошо выслушанный родитель это тот человек, который точно не пойдет на вас жаловаться и точно не будет с вами ругаться. Иногда активное, хорошее слушание в течение 10 минут решает вообще любую проблему. Это как это? Вы смотрите прямо на собеседника, вы очень внимательно слушаете, вы уточняете, если что-то непонятно. Вы, допустим, повторяете его последнюю фразу, кивая головой. Вы задаете уточняющие вопросы. А как это? А что это? Вы жестами и движениями показываете, что вам этот разговор важен. Ну, самый простой жест это вот чуть-чуть наклоненный корпус к человеку и взгляд глаза в глаза. Вы как бы подаетесь к человеку и он понимает, что вы сейчас все в этом разговоре и вам это тоже важно. Уверенность в себе. Важно понимать, о чем идет разговор. Если вы не понимаете, если ваших знаний недостаточно, значит вы говорите, стоп, я не понимаю. Поделитесь информацией, дайте еще информацию и так далее. То есть вы уверены в себе настолько, что не боитесь быть глупым, незнающим, а показываете, что вы готовы информацию добывать. Вот. Ну и с этой точки зрения мы выстраиваем принципы взаимодействия с родителями. Первое – это сотрудничество, а не наставничество. То есть мы никого не учим, никого не лечим по большому счету. Мы работаем как взрослый со взрослым, и когда мы передаем информацию, то это тоже не обучение, это экспертное мнение. То есть мы показываем свое мнение как специалиста, как эксперта, а родитель уже в праве принять эту информацию, либо не принять. Второе – это доброжелательное и уважительное отношение к родителям, что бы ни было, как бы они себя не вели, но они воспитывают этого ребенка, они желают ему самого лучшего и изо всех сил стараются, изо всех своих сил стараются, чтобы у ребеночка все было. Дальше – это индивидуальный подход, то есть мы индивидуально с каждым работаем. Динамичность – быстрое реагирование на изменения ситуации и адекватная оценка себя как специалиста. Динамичность тоже очень сильно выручает. Ну и небольшой практикум после того, что я рассказала. Давайте попробуем. Давайте попробуем сейчас. Вот здесь есть фразы, которые не про ассертивное поведение, которые про позицию снизу, которые про такое детское подчиненное обращение или наоборот, про такое отношение как старшего к младшему. Давайте попробуем сейчас. Просто номера напишите тех фраз, которые не стоит, не стоит употреблять в отношениях с родителями. Я пока прочитаю, чтобы было слышно, а вы прямо пишите в чате. Хорошо. Фразочка. Первое. Извините, если я помешала, допустим, при звонке. Второе. Я бы хотела. Третье. Вероятно, вы еще об этом не слышали. Четвертое. Вам будет интересно узнать. Пятое. Я бы хотела еще раз услышать. Шестое. Мне представляется интересным то, что... Седьмое. Я пришла к такому выводу. Восьмое. Вы хотите сделать вот так, правильно я поняла? Ну, к примеру, да? Девятое. Думается, ваша проблема заключается в том, что... Десятое. Давайте с вами быстро обсудим. Одиннадцатое. Как вы знаете. Двенадцатое. Хотя вам это и неизвестно. Тринадцатое. Пожалуйста, если у вас есть время меня выслушать. Четырнадцатое. Вы, конечно, об этом еще не знаете. Пятнадцатое. А у меня на этот счет другое мнение. Шестнадцатое. Конечно, вам уже известно. И семнадцатое. Вы, наверное, об этом уже слышали. Пишите, пожалуйста, номера фраз, которые вам кажутся неподходящими для общения с родителями. Давайте чуть-чуть подумаем. Это такой очень интересный практикум. Один, девять, двенадцать, двенадцать, четырнадцать. Один, девять, десять. Один, два, три, десять, двенадцать, семнадцать. Один, два, девять. Один, два, три, четыре, девять, двенадцать, четырнадцать, двенадцать, 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 шестнадцать, один, двенадцать, шестнадцать, один, девять, пять. Здорово. Все, все не подходят. Один, два, девять. Ну вот единичка. Да, давайте посмотрим. Пробежимся по самым главным. Извините, если я помешала. Это позиция снизу. Да, и мы как бы говорим, что та информация, которую мы доносим от родителей, не такая уж важная, как его текущие дела. Да, я бы хотела вполне нормальную фразу. Допустим, думается, ваша проблема заключается в том, что эта фраза девятка, многие ее отметили, она не хороша тем, что вы как бы принимаете решение за родителей. Давайте с вами быстро обсудим, намек на то, что у вас времени на нормальное обсуждение нет, хотя вам это и неизвестно, немножко высокомерное, да, и с вами соглашусь, многие двенадцатые отметили. Пятнадцатые, а у меня на этот счет другое мнение, может быть, как попытка навязать свое мнение. Ну вот, пожалуй, все. Пожалуйста, если у вас есть время меня выслушать, это тоже не очень хорошая позиция, которая не несет в себе намека на то, что вы себя уважаете. Ну вот, такой вот небольшой практикум, а мы с вами движемся дальше. Себя любимых мы обсудили. Кстати, поставьте огонечек, если это актуально. Мне очень важна обратная связь, потому что я в эту тему еще захожу, как исследователь, и мне нужно понимать, насколько актуальность вот этой проблемы. Давайте теперь мы с вами обсудим родителей. Родители наши, они тоже... Все, спасибо, я вижу, большое спасибо вам. Родители наши, они тоже бывают разные. И если в ФОП указаны типы родительского отношения именно по отношению к школе или к детскому саду, то мы с вами выделим типы родительского отношения с точки зрения психотипа. То есть это некое такое устойчивое сочетание биологических и социальных черт, которые отличают людей друг от друга. Так вот, типы родительского отношения, которые будут для вас сложными или уже являются сложными. Давайте по ним пройдемся. Родители авторитарного типа. Для многих педагогов, особенно если самооценка не стойкая, если она такая колеблющаяся самооценка, то вот этот тип, он является просто очень жестким камушком преткновения. Почему? Это люди состоявшиеся, люди часто с высоким общественным положением, с активной жизненной позицией, часто руководители всех уровней или просто вот такие вот активные люди. Бывают и мамочки в декрете, но они авторитарны, вот просто до мозга костей. Проявляют стремление руководить всем, навязывать свои собственные убеждения, упорно достигают свои цели и они еще очень хорошие ораторы. То есть не дай бог, если родитель авторитарного типа начнет играть против вас. Это очень сложная ситуация. Тем более, что недостатков у них тоже полно. Это и неумение сдерживать свой гнев, это и отсутствие контроля за импульсивностью и много-много всего. Но если мы заглянем в глубину и поймем, что на самом деле это люди сверхтревожные и сверхконтролирующие, как правило. То есть за таким вот желанием руководить всем всегда лежит тревога и сверхконтроль. Если руководитель не тревожный и не сверхконтролирующий, то есть человек без таких вот акцентуаций, акцентов, то что психологи говорят, то он, покомандовав на работе, придет к вам на собрание и будет тихо и мирно сидеть и вас слушать, расслабляться и отдыхать. Но если сверхконтроль присутствует, он будет руководить и здесь тоже. Потому что необходимо подтверждать свою значимость, вот просто жизненно важно. И там тоже всегда есть заниженная внутренняя самооценка. Как действовать, сохранять спокойствие и вот здесь обязательно деловые отношения, потому что если ваша самооценка не столь замечательная и твердая, то деловые отношения у вас просто из этой ситуации будет и за счет деловых отношений вы себя покажете нормальным. Сохраняем спокойствие, объективность, стремимся к горизонтальной переговорной позиции, обязательно официальный стиль. И здесь очень хорошо направить энергию в мирное русло, на внешние цели, которые нужны и вам, и родителям. То есть как бы не себя целью сделать, а внешнюю цель какую-то придумать, и родители будут работать вместе с вами на эту внешнюю цель. Вот, когда мой ребенок ходил в садик, то родительский комитет из вот таких авторитарных мамочек примерно за неделю устроил такую ситуацию, что в детском саду поменяли полностью систему отопления очень быстро, и температура в группах с 15 градусов поднялась до 20. Никому не удавалось это сделать года два или три. Они смогли очень легко и непринужденно. Поэтому внешние цели. Следующий вид сложных родителей – это тревожный тип. Это люди, которые обращают внимание на все мелкие детали и события. Так, извините, вернусь. Стена и каблук. Очень просто. Стена, упражнение, оно применяется в ситуациях, когда на вас кричат, повышают голос. Вы тогда просто представляете, что между вами и крикуном падает стеклянная стена. Вот как защитная стена в банках. И вот вы за этой стеной стоите, на человека смотрите, как он кричит, наблюдаете за всем этим, как в цирке. И он успокаивается. Одна из моих собеседниц, которые злоупотребляют таким способом поведения, мне обычно минут через пять говорит, я не поняла, что за стеной разговариваю. Я думаю, да, со стеной, точно. Упражнение каблук, оно такое же для людей, которые хорошо воображают. Вы берете крикуна мысленно, уменьшаете его до размера кузнечика и садите под свой каблучок. Ему там хорошо, удобно, легко. И он там сидит, и обычно человек очень быстро успокаивается. Прошу прощения, пропустила эти упражнения, не сказала сразу. Возвращаемся к тревожному типу. То есть это люди, которые на все обращают внимание, всего боятся, интересуются деталями, звонят вам, перезванивают сто раз. И чаще это такая пассивная позиция и какая-то детская позиция, страх перед жизнью. Но смотрите, в чем прелесть этого типа родителей. В том, что они действительно замечают мелочи, которые вы, может быть, не заметите. И с ними можно взаимодействовать вот в этом поле. То есть вы что-то придумали и просите, например, Анна Ивановна, вы так мелочи все хорошо замечаете, вы всегда так продумываете детали, подскажите, пожалуйста, где вот в этом проекте слабые места. И человек с удовольствием поработает. Что еще из взаимодействия? Это разделить ответственность. Опять-таки горизонтальная позиция в общении. То есть здесь есть такой большой соблазн поруководить, когда к вам приходит человек за помощью, такой слабенький, вот прям так хочется поруководить. Но нет, вы выходите в горизонталь, опять-таки, и делите ответственность. Например, я даю эту информацию, вы ее принимаете к сведению, вместе с ребеночком выполняете. Предлагаете добывать информацию самим, то есть учите, где находить информацию. Ну и, как я уже сказала, вот эту вот способность видеть мелочи вы используете для себя. Ну и еще следующие типы родителей. Такие не очень простые. Я звезда. Люди, которые очень любят сверкать на сцене, которые вот своей звездностью затмевают детей, это инстаграмные мамы и папы инстаграмные есть. Те, кто фоткают, снимают на концертах, на утренниках, вот, и они всегда на сцене. Ну, здесь все очень легко, вы их пустите на сцену, и у вас будет абсолютно готовый Дед Мороз, Царевна Весна и кто-нибудь еще. Дайте им сцену, попросите их поучаствовать в культмассовых мероприятиях, и они свою звездность там вот просто реализуют. Я же мать. Я же мать – это мамочки, которые не реализовались ни в чем, кроме рождения и выращивания деток. Так, и здесь уже, опять-таки, горизонтальная позиция и четкое понимание того, что есть законы, они для всех одинаковые, и вы прямо человеку показываете законы, нормативы. Все, чтобы доказать, что ее ребеночек получается столько же, сколько и другие, ни больше, ни меньше. Ну, и такая категория, как очень занятый родитель, чаще всего это трудоголизм как зависимость. Ну, и здесь мы можем что сделать? Например, почаще напоминать про собрания, про утренние собрания, говорим за 2-3 недели, говорим, я знаю, что у вас такой график, вот вам график наших утренников, постарайтесь включить в свой рабочий календарь. Ну, и поддерживаем ребеночка как можем, потому что для детей эта ситуация, ну, достаточно тяжелая. Вот, сейчас мы с вами подошли к знакомству. То есть, смотрите, есть вы, вы себя проанализировали, научились выдерживать свою позицию. Вы поняли, каким образом можно поанализировать родителей по психотипам, и вот теперь ваше знакомство, вы и родители сошлись вместе для того, чтобы начать взаимодействие. И вот здесь очень важно понимать, а с чем вы столкнулись. Я, когда готовила вебинар, посмотрела календарные планы работы с родителями. И, например, увидела, что первое мероприятие это что-то типа, ну, сделать поделку про лето, сделать поделку про природные материалы, то есть сразу идет взаимодействие, и, если честно, вот в тех планах, которые я просмотрела, я не видела ничего про сбор анализа. Может быть, это мой подход психолога, но прежде чем начать что-то делать, надо понимать, а что, собственно, сделать-то надо, чтобы принести пользу. Поэтому я предлагаю вам начать с анализа семейной ситуации. И здесь это самые простые анкеты, чтобы понимать, а какие семьи у вас будут. Когда вы соберете и обработаете эти анкеты, то вы будете знать огромное количество важной информации. Вы будете знать детей группы риска. Там, где, например, один родитель воспитывает, где детеныш приемный может быть, там, где многодетная семья, семья, переехавшая внезапно из другого региона и так далее. То есть у вас уже маячки зажглись, на кого обращать внимание. Второе, что вы увидите, это готовность к сотрудничеству. То есть на кого вы можете опираться, на кого нет. Ну и дальше, если анкетировать более серьезно и спрашивать про задачи и проблемы, решаемые родителями, то вы поймете вообще, чем можно им помочь. Кроме того, вы можете в свое наблюдение включить им, как бы, информацию, которая приходит со стороны детей. Например, попросить деток нарисовать проективный тест рисунок семьи. Ссылочку я даю на сам тест и вторая ссылочка на интерпретацию рисунков. Если вы создаете, делаете вот эту работу, то у вас тоже неоценимая информация. Ну вот обратите внимание, малюсенькие рисуночки, конечно, я показала. Ну вот, то, что есть. Например, рисуночек справа, мы видим, что папа с мамой большие, красивые, красненькие, держатся за руки, им хорошо. Это в другом углу совершенно маленький муравьишко-ребеночек. И мы уже видим, какая проблема перед нами встанет. То есть это родители, которые, ну, как бы устраняются из жизни ребенка, у них есть другие проблемы и так далее. Или, например, картиночка слева. Мы здесь видим обратную ситуацию. Здесь у нас главный ребеночек и вся родительская семья вертится вокруг него. И вы сразу же, видя вот этот рисунок, анализируя его, вы видите, что вам ждать от этой семьи. Точно знаете, что там будут бегать мамы, бабушки, выяснять отношения и так далее. Вот. Ну и очень интересно понаблюдать за играми детей, даже самим организовать диагностическую игру. То есть, организовав диагностическую игру в семью, вы увидите сразу все. Абсолютно все. Если у вас в игре девочка накрывает на стол, приходит такой мальчик, бросает машинку там у ковра и говорит, так, быстро есть мне, давай мне снова в рейс. Почему обед не приготовила? И она такая, все, 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 вот тебе обед. Сразу же понятно, какие отношения в семье и какой тип семьи вас ждет. Ну и можете использовать метафорические карты. Я и все, все, все тоже очень хороший инструмент про то, как работать с детьми с помощью метафорических карт. А дальше, что еще можно сделать? Можно посмотреть родительскую педагогическую позицию. Здесь тоже есть опросник, очень хороший, удобный в работе. Может быть, он вам покажется несколько сложным, но он такой очень информативный. Мотивный, на самом деле, это опросник родительского отношения Варга и Столлин, два автора российских. Они этот сделали опросник. Ну и тоже хорошая методика Пари, Шефер и Белла, и семейная жизнь глазами матери. Это тоже хороший источник информации по поводу того, как мамочка относится вообще к своей материнской роли. Вы тоже можете дать эти опросники родителям, сравнить, обработать информацию. И тогда у вас будет представление о том, как относятся родители к своим детям. Ну вот, например, что вы из опросника Варги и Столлина выясните. Родители ребеночка принимают, либо отвергают. То есть его принимают всегда, либо его отвергают, когда он делает что-то не то. Вы узнаете, идут ли родители на кооперацию, то есть на какие-то договорные отношения с ребенком, либо нет. То есть родители не заинтересованы в сотрудничестве. Узнаете, есть ли симбиоз, то есть насколько самостоятельен ребенок и самостоятельны родители. Ну, я сейчас не шучу, потому что есть родители, которые не могут прожить без своего ребеночка. Это тоже некая такая несамостоятельность, детская позиция. Вы узнаете, насколько родители авторитарны и насколько они хорошо относятся к успехам ребенка. Либо, то есть подчеркивают, удачи, либо неудачи. Очень информативная вещь. Ну и обработав всю информацию, вы выясните, что ваши родители относятся по-разному к образовательному процессу. То есть из наблюдений первых каких-то встреч с родителями, из запросников, из анкет, вы поймете, что есть у вас родители активные, есть нейтральные, которые заняты своей жизнью, и есть родители, которые сопротивляются. Педагогу хамят, обращаются с жалобами. И здесь вот вам стоит разделить на три части вашу работу. То есть активных мы присоединяем к процессу и даем им соуправление. Можно на них какие-то процессы переложить. Если родители нейтральные, то здесь у нас главным будет информирование. То есть мы информируем о том, что происходит, и пытаемся их заинтересовать, перевести в активных. Ну а если у нас люди в сопротивлении, тогда мы сами сохраняем нейтральную позицию, выясняем, откуда сопротивление, чего они так боятся, снимаем страхи, неуверенность и переводим хотя бы в нейтральную позицию, то есть чтобы человек хотя бы не бегал с жалобами и вам не ханил. Это тоже очень удобно разделить на три эти категории. Ну и дальше, после того, как все проанализировано, у вас есть материал, и вы выстраиваете направление работы. Вот информационно-аналитическое у нас уже готово. Мы собрали сведения о родителях и семьях. Дальше мы выстраиваем направление работы просветительское. То есть нам нужно информировать родителей о каких-то важных вещах. И это направление работы, оно очень удачное и такое очень благодарное, потому что когда вы родителям говорите какие-то важные вещи, и не с точки зрения наставника, а с точки зрения эксперта, то они это все постепенно начинают перенимать. Я вижу по нашим родителям, были семьи, которые были в таких очень деформированных отношениях, родители и дети. И вот наши, допустим, просвещенческие какие-то встречи с родителями, какие-то разговоры, они приводят к тому, что отношения поправляются. Следующее направление работы – корректирующее. То есть мы увидели проблемы и мы начинаем их решать. И координирующее, собственно говоря, мы как организатор весь этот процесс работы с родителями организуем. Ну и немножко про форму работы. То есть про информационно-аналитическое я вам рассказала, анкеты вам выложила в ссылочках презентации, вы их можете взять и посмотреть. То есть вы собираете информацию, обрабатываете, выявляете группы риска и выявляете ключевые проблемы. Ну, например, вы увидели, что у вас детки не самостоятельные, у них нету навыков самообслуживания, поэтому это будет ваша ключевая проблема. Вы на нее будете обращать внимание при работе с семьей. Вот. Выявляете потребности родителей и детей. И вот на основе всего этого вы создаете план работы, который, прошу меня простить, не будет отпиской, а будет реальным рабочим инструментом, который вам будет помогать. Потому что вкладываться в работу с родителями выгодно. Сначала это тяжело, и это отнимает наши силы. Потом приходит ответ от этой работы, и родители начинают работать с вами заодно. Становится гораздо легче, правда. Просветительское направление. Какие темы мы обязательно освещаем, говорим родителей? Возрастные особенности детей и возрастные кризисы. Если у вас детки в кризисных периодах, об этом нужно говорить много. То есть годик, три годика и кризис первоклассников. Это прямо можно сделать целый цикл лекций, потому что информации там очень много. Дальше. Нормативы развития на данный возраст. То есть, конечно, мы не оцениваем дошкольников. Это тоже в ФОП прописано. Но некие ориентиры развития мы родителям даем. То есть, например, они точно должны знать, что в пять лет ребенок способен одеться самостоятельно, если только ему чуть-чуть помогают со сложными замочками. Вот. Почему говорю? Потому что у меня была недавно на консультации мамочка 12-летнего ребенка. И она с удивлением обнаружила, что есть такой норматив для дошкольников, что дошкольники уже могут одеваться самостоятельно. 12-летний, конечно же, тоже. Он не умел. Вот. Дальше. Особенности отношений родителей с учетом возраста. То есть, как лучше обращаться с ребеночком вот этого возраста. И способы решения возможных мелких локальных проблем. То есть, здесь у нас, как бы, смотрите, информация, которую нужно собрать и выдать родителям, она уже вырисовывается. Да? Возрастные особенности детей можно найти. Мы это знаем еще со студенческих лет. Нормативы развития тоже у нас доступны. В той же ФОП они есть. То есть, особенности педагогического отношения к тему освещаем. Ну и проблемы. Это уже вот такая взаимная работа с родителями. Как это можно сделать? Какие-то лекционные занятия. То есть, у вас, допустим, в родительское собрание включена небольшая интересная лекция. Это может быть личный блог педагога, либо сайт педагога, на котором много интересного. И вы родителям даете туда доступ. Это могут быть тематические родительские собрания. Это может быть круглый стол с привлечением специалистов. Например, психолога, например, дефектолога, кого-то еще. Конечно же, информационный стенд, но информационный стенд не так хорош, как вот это вот прямое тесное общение. Ну и группы поддержки для родителей, если у деток есть какие-то проблемы в развитии или со здоровьем. Корректирующие направления. Что мы в состоянии сделать? Мы можем изменить родительское отношение к образовательному процессу, можем скорректировать родительские стратегии и улучшить коммуникацию в семье между родителями и детьми. И вот здесь самое интересное, что все это, практические навыки, да, ведь рассказать на словах, этого мало нужно, чтобы человек это попробовал. Поэтому здесь у нас формы работы, они будут прежде всего активные. Это детско-родительские занятия с последующим обсуждением. Это родительские тренинги. Буквально, наверное, недели две назад я читала вебинар детско-родительские тренинги, он должен быть на сайте Директ Академии. Вот, пролистайте, он там есть. Дальше. Это кинотренинги, которые идут на ура. Что мы обсуждаем, например, обсуждаем «Кунг-фу-панда» очень хорошо, нравится игра «Эндера» для более старших. Что еще там, «Серая шейка» тоже прекрасно с точки зрения, как дать ребенку самостоятельность. Ну и можно кино подобрать и обсудить. И это индивидуальные и групповые консультации для родителей. То есть, если вопросы касаются всех, то вы делаете их, пишите в планку «Побой консультации», если индивидуально, то индивидуально. Ну и координирующее направление – это создание совместного плана работы и создание какого-то удобного онлайн-пространства для совместной работы. Это будет чат, например, в каком-нибудь мессенджере. Это будет совместный документ, который могут редактировать все, или что-то еще по вашему выбору. Ну и, собственно говоря, когда вы делаете план работы, то он будет выглядеть, ну вот, примерно так. То есть, вы на первые позиции вначале ставите не детско-родительское занятие и не подделки из природного материала, а вы пишете себе анкетирование и сбор информации. То есть, вы какие-то ставите вещи, которые дадут информацию вам о родителях, а родителям – о вас. И здесь же, на этом этапе, вы производите координацию работы, то есть, вы выбираете родительский совет, вы устанавливаете правила общения, правила работы. И это будет в самом начале вашего взаимоотношения. А потом уже вы идете по плану и добавляете информирование и коррекцию родительских стратегий, и это делается параллельно. Ну, допустим, вы выдали информацию про формирование у детей навыков самообслуживания, да, вы сделали, например, собрание, где все это рассказали, как должно быть, какие возрастные особенности, а потом вы проводите детско-родительскую игру, в которой детям предстоит попробовать свои навыки самообслуживания, а родителям предстоит им не мешать, потому что обычно навыки не формируются, когда родители мешают, не дают это сделать. Не потому что дети не хотят, родители не хотят, чтобы дети были самостоятельными. Ну и, собственно говоря, дальше уже вписывайте в план работы отдельные какие-то мероприятия, общие, частные вопросы, коллективные формы работы, консультирование, индивидуальные формы работы, но вы всегда идете от той информации, которую получили в начале. Вот, если вы это сделаете, то ваш план работы с родителями будет глубоким, полезным, и действительно, выполняя этот план, вы получите для себя прекрасные результаты, которые будут выражаться в том, что дети более послушные, родители более лояльны, ну и ваша работа, в конце концов, станет более комфортной. Вот. Я на этом закончила, и оставляю координаты на всякий случай. Если есть вопросы, их можно сейчас задать. И да, я просто от души советую полистать ленту вебинаров в Директ Академии, потому что там вот на эту тему вы найдете много частной информации. То есть я дала план такой целиковый, да, а частную информацию для того, чтобы его превратить в ваш личный план, вы можете найти огромное количество полезной информации. Вопросов нету. Но если появятся вопросы по существу, тогда пишите, звоните. Вот, на организационные вопросы я не отвечаю, потому что не в курсе. Я только лектор. Ну что ж, если вопросов нет, я отключаюсь, тогда даю слово Татьяне Викторовне. Было безумно приятно, как всегда, с вами встретиться, работать на вашей площадке. До новых встреч. Всего доброго. Увидимся. Спасибо.